Христос Воскресенье, Христос Воскресенье, Христос Воскресенье 20 веков это событие для православных главное торжество. Менялись эпохи взаимоотношений государства и церкви, однако народ особо почитает День Воскресенья Иисуса Христа. В Казанский собор на пасхальные богослужения пришли несколько тысяч мячей. Кто-то помолится, кто-то исповедуется. Возьмите по вчерашнему дню, когда сля, хоть дождь, и людей ничего не остановило, что они не остались дома, но зная то, что вершина всех событий, всех праздников церковных, это является праздник Пасха. И люди собираются в храмах для того, чтобы отдать, пусть свою частичку маленькую вере, для того, чтобы прославить имя Божие и воскресшим Спасителем мира, Господи нашим Иисусом Христом. Каждые два часа в соборе накануне и в день праздника настоятель освещал продукты. А мячи несли как традиционные – крашеные яйца, куличи, творожную пасху, так и не совсем – мясо, фрукты. Верующие считают, что еда, окропленная святой водой, имеет особую силу. Христос воскресе! А вот здесь закреплено, пойдемте! Нас закреплено, пойдемте! Христос воскресе! Моистос воскресе! Где вас закреплено, сюда проходите! Чтобы здоровья, наверное, себе, своей семье, родным и близким пожелать. Семья большая, родственников очень много. Готовим нас всех, угощаем всех, освящаем и угощаем. В завершении пасхального богослужения, словно по счету воли, раступились тучи и раздался колокольный звон. Дергать за колокольные стропы звонарю помогали прихожане. На Пасху есть традиция звонить в колокола, так что в течение Святой Седмицы каждый православный в определенные часы может подняться на колокольню и своим звоном огласить – Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok